Следующий вопрос. Все ли из вас знакомы с партнерской программой компании Skyway Capital? Если кто-то из вас ее не слышал, просто поставьте минус. Ну и пока вы это делаете, наверное, поделюсь, пусть небольшим, но все-таки новостями, которые у нас за последнее время произошли, что у нас сейчас происходит в компании. Я не знаю, может быть для кого-то из вас секрет или нет. В принципе, вебинары, которые веду я, я являюсь сотрудником компании. Ну и официальные новости, как правило, проходят через нас. То есть вы знаете, да, есть много мнений, есть много, скажем так, каких-то различных самостоятельных представлений людей о том, что происходит и есть то, что реально исходит из компании, из того, что, скажем так, мы имеем на сегодняшний день, чего мы достигли и прочее. Поэтому просто на будущее всегда рекомендую, если вы услышали какую-то новость, либо уточнить у сотрудника компании, так ли это на самом деле, да, либо просто следить за официальными ресурсами нашей компании, где сообщается целая череда новостей. Не все, кстати, новости, они, вы знаете, да, идут общедоступно, но тем не менее. У нас на этой неделе было важное событие. В Москву приезжал Анатолий Дарвич Юницкий, проводил переговоры с иностранными партнерами, то есть провел у нас полдня где-то в офисе, потом собрался быстро и поехал обратно. Потому что, вы знаете, сейчас кипит работа на стройке, да, на территории Котехнопарка. Там порой даже в три смены, как нам говорят, вот, то есть там идет и возведение промежуточных опор, ранкерных опор и грузовой, и городской, и легкой трассы. Вот, и важно то, что у нас уже, вы знаете, 20-го числа начнется мероприятие «Инотранс» в Берлине. На нем будут представлены технологии, на нем будут представлены модели Юнибусовы, действующие. Вот, и по сути дела, как сказал Виктор Бабурин, вы знаете такого человека, да, сначала он занимал пост юриста, сейчас это заместитель генерального директора по развитию и планированию компаний, группы компаний Skyway. Вот, он уже находится в Берлине, вот, уже, скажем так, идет создание стенда на выставочных, скажем так, местах. У нас, вы знаете, есть два места на территории «Инотранса», где будет представляться наша технология. То есть, идет создание стенда, на котором будут демонстрироваться, и, в принципе, модели в уменьшенном масштабе, и будут демонстрироваться, как он сказал, модель Юнибуса и Юнибайка уже на подходе. То есть, как бы так, они вот сначала создадут место, потом туда приставят транспортные средства. Вот таким вот образом. Еще хочу добавить следующий момент, наверное, важный, так как мы имеем дело с инвестированием, так как мы рассказываем нашему окружению о тех возможностях, которые у нас есть. Мы близки к завершению седьмого этапа, точной даты я вам назвать не могу, но я думаю, что те, кто у нас в проекте находится не один день, они прекрасно понимают то, что, по всей видимости, «Инотранс» станет заключительным мероприятием развития группы компаний Skyway на седьмом этапе, и высока вероятность, что в скором времени по окончании данного транспортного форума, который проходит в Берлине, у нас состоится переход на следующий этап развития и уменьшение дисконта. Соответственно, если вы, скажем так, по каким-то причинам еще боитесь рассказывать своему окружению о том, что вот есть такая возможность стать совладельцем технологии и так далее, у вас есть немного времени, чтобы люди, если они все-таки примут решение, стали инвесторами на тех условиях, которые есть сегодня. При переходе на другой этап, на смену дисконта, у нас уровень доходности, либо дисконт на пакетах будет меньше. То есть за те же самые деньги люди смогут, например, на минимальном пакете, у нас сейчас 15 долларов, 540 штук акций, люди приобретают посредством покупки малого пакета. Данное количество долей компаний будет уменьшено при переходе на следующий этап и смене дисконта. То есть это может быть меньше 500 штук. То есть дисконт может быть там не 36, а 30 станет. Вот таким вот образом. Поэтому я не могу сказать, что время сжимается, небо падает на землю. Я очень не люблю, скажем так, кого-то слишком сильно напрягать, кого-то пугать, устраивать там авральное состояние души и тела для кого бы то ни было. То есть я вообще привык говорить о том, что есть, и пытаться, не пытаться кого-то дезинформировать, рисовать какие-то там голубые дали, золотые облака и так далее, но тем не менее. Время действительно сейчас подходит к тому, что мы будем переходить на другой этап. Я задал вопрос, скажем так, есть ли те, кто не знаком с партнерской программой компании Skyway Capital, но никто, ни один из вас минусы не поставил в нашем чате. Одно могу сказать, партнерская программа действует с середины марта. С января она была введена на смену тому маркетинг-плану, который был у нас до того. И в марте она, скажем так, преобразилась, добавилась одна квалификация, изменились проценты, добавилось количество уровней и так далее. Действительно, одно из основных преимуществ данного маркетинг-плана – это простота. Маркетинг-план – это, по сути дела, условия выплат вознаграждения нашим партнерам, если они занимаются активной популяризацией нашего проекта, если они работают с информацией, строят партнерскую структуру. Но, в принципе, сразу хочу добавить, что некоторые люди не очень серьезно относятся к этой деятельности. В принципе, если вы этой деятельностью занимаетесь, сразу хочу сказать, вы люди, которые привлекают других людей. Значит, у вас должна быть какая-то, пусть небольшая, но ответственность за то, что вы будете делать потом. Вы дали человеку информацию о том, что здесь есть возможность стать инвестором, о том, что есть возможность зарабатывать деньги сейчас. Ваша задача – помочь этим людям развиться и достичь результатов в этой деятельности. То есть, если вы сами стремитесь к тому, чтобы построить большую партнерскую структуру и так далее. Суть этого бизнеса проста. Вы помогаете людям достичь своего уровня развития, понимания технологий, чего-то еще. Может быть, даже передайте часть своей веры в реализацию данного проекта. Они достигают вашей квалификации, и, по сути дела, происходит качественный переход вас на следующий уровень. У нас рост по квалификациям осуществляется именно таким образом. Бизнес, который называется MLM, либо бизнес по партнерским программам, он похож на перемещение альпинистов в горах. Как правило, один человек никогда не штурмует высоты, хотя, может быть, были в истории такие случаи, но тем не менее. Идут несколько человек, одного выталкивают наверх, и потом он за собой подтаскивает тех, кто внизу. То же самое происходит при работе по партнерским программам. Здесь, благодаря нашей партнерской программе, можно иметь дополнительные какие-то выплаты небольшие. Если вы не очень активно строите партнерскую структуру, если вы прониклись идеей получать доход в будущем, и изредка кому-то что-то рекомендуете, возможно, за вами кто-то пойдет и приобретет себе какой-либо пакет долей компании. Вы можете это делать, не могу сказать, что совсем профессионально, тем не менее, затрачивать 7-10 часов в неделю, приглашая людей на презентации, приглашая людей на живые встречи, которые могут проходить и в вашем городе, в том числе, или в вашей стране, если вы находитесь за рубежом. У нас, вот я посчитал, на следующей неделе будет более 20 презентаций. На этой неделе тоже примерно такое же количество. Они проходят у нас не только в странах СНГ, но уже во многих странах Европы. И даже, скажем так, живые презентации с этого месяца они у нас проходят и в Соединенных Штатах Америки, например. Практически раз в неделю в Нью-Йорке есть партнер, который у нас организует живые встречи. То есть бизнес развивается, бизнес растет, и вы, имея, скажем так, пусть даже сегодня небольшое познание в технологии, возможно, у вас не техническое образование, возможно, скажем так, вы никогда не имели отношения к рынку инвестиций, но вот благодаря партнерской программе вы можете стать крупным инвестором, потому что вам начисляются денежные средства на бонусный, на акционный счет, и заработать денег сейчас. Возможно, у вас есть любимая работа, возможно, скажем так, вы там реализуетесь и так далее, но если вы не прочь получить дополнительный доход, вы можете, скажем так, принять участие, как я сказал, в размере времени уделения данной технологии, данному бизнесу 7-10 часов в неделю. Как заявляют гуру MLM бизнеса, да, как правило, этого достаточно для того, чтобы начать создавать партнерскую структуру, разобраться в тонкостях и помогать другим людям развиваться в этом направлении. Есть люди, которые у нас тратят ежедневно несколько часов в день на то, чтобы развивать партнерскую структуру, зарабатывать деньги по партнерской программе, и у них заработок уже исчисляется там несколькими сотнями долларов в месяц, а у некоторых людей несколькими тысячами долларов в месяц. То есть то, что вы захотите, как мы говорим, да. Вот. Так как никто из вас не поставил опять минус, что он не знаком с партнерской программой компании Skyway Capital, да, я хочу вам предложить сделать следующее. То есть есть вот небольшое количество людей, которые, возможно, меня слушают. Кстати, а есть те, кто меня не слышал ни разу? И не потому, что я как бы хочу потешить свое самолюбие. Нет. Просто кто ни разу не был на подобном вебинаре, просто поставьте цифру один. Ну, не поленитесь, если такие люди есть. Если в течение минуты я пойму, что таких людей нет, в принципе, я предложу тогда следующую схему проведения нашего сегодняшнего вебинара, да. Я просто могу включить ролик достаточно емкий, информационный, который даст представление о маркетинг-клане, который у нас есть, да, то есть что откуда проистекает, какие условия у нас есть, выплаты, вознаграждения и так далее, и так далее. А после ролика я могу ответить на ваши вопросы. Причем вопросы по программе партнерской и вопросы, может быть, которые у вас возникают по ходу, скажем так, развития бизнеса. Вопросы, которые у вас возникают, возможно, скажем так, в каких-то других направлениях, да, там, что-то по технологии, что-то, скажем, по взаимоотношению с компанией и так далее, и так далее. Вот. Вы не против, если такая схема будет? То есть вы сейчас посмотрите видео, да, и вот, кстати, после него у вас могут возникнуть какие-то вопросы после этого видео, да, вы просто себе пометьте, что вот этот момент непонятен, там, и вот здесь бы хотел получить разъяснение. И мы тогда уже подробно разберем эти моменты. Нормально это будет? Просто плюсики поставьте, если согласны. Да, приветствуем Светлану, приветствуем Ирину. Я знаю, что на следующей неделе и Светлана и Ирина будут принимать участие в живой презентации в Молдове, вот. Поэтому те люди, которые имеют, скажем так, друзей, знакомых, проживающих на территории Молдавии, да, вы можете их пригласить на данное мероприятие. Информацию о нем найти очень просто, то есть она есть на сайте, скажем так, в личном кабинете, да, вы можете зайти, кликнуть на расписание вебинаров, расписание онлайн либо офлайн мероприятий и там посмотреть. Вот. На сайте Юницкого там указан даже точный адрес и время. Это будет выложено, наверное, с понедельника. На сайте www.unitsky.com Поэтому мероприятие, которое будет в Кишиневе, вы можете посетить сами, если вы будете там в это время, либо пригласить ваших уже имеющихся партнеров, возможно, проживающих где-то поблизости к столице Молдовы, да, либо тех, кто еще ничего не слышал. Кстати, посмотрите список городов, которые будут проходить презентации на следующей неделе. Как я вам сказал, у нас будет более 20 презентаций. Городов немножко меньше, потому что в некоторых городах у нас проходит по несколько презентаций в неделю. Вот таким вот образом. Итак, коллеги, давайте сделаем следующим образом. Я сейчас включу вам ролик 7-минутный. Просьба к вам такая. Тот, кто его не видел, может, даже видел, да, посмотрите внимательно, пометьте себе, скажем так, непонятные места, вот. И я постараюсь вместе с вами разобраться, ответить на ваши вопросы и так далее. Хорошо? Это будет, наверное, более правильно, потому что, как бы так, может, кто-то из вас уже надоел, кому-то из вас надоело слушать постоянно говорящую голову одну и ту же, да, каждый день. Ну, где-то это часть моей работы, поэтому я с удовольствием, в принципе, доношу. Я с удовольствием информацию, особенно для тех людей, которые хотят в чем-то разобраться. Всегда приятно работать с теми, которые чего-то ищут, которые задают вопросы. Не с теми, кто задает все время один и тот же вопрос, да. Ты ему отвечаешь, и он тебе, скажем так, снова про это спрашивает. Человек-робот. Лидеры, скажем, развития MLM-структуры, они часто говорят, что есть такое умение задавать вопросы, да, умение разобраться. А есть люди, которые просто задают вопросы ради того, чтобы их задать. Вот с этими людьми сложнее. Итак, коллеги, маркетинг-план компании Skyway Capital, как я вам говорил, он достаточно простой, ролик простой. Вы сейчас послушайте информацию и с вами потом еще пообщаемся. Кстати, если, как я говорил пару минут назад, потому что людей было меньше, если будут какие-то другие вопросы, да, потому что новости я озвучивал, не все, скажем, с самого начала были, то, что вчера Виктор Бабурин написал, что он находится в Берлине, что идет создание стенда на инотрансе нашей компании, да, и туда вот-вот подкатят модели, не модели, точнее, а действующие, скажем так, образцы Unibus и Unibike. Включаю ролик и ненадолго оставляю у вас информацию. Партнерская программа компании Skyway Capital – возможность, которая позволит вам начать зарабатывать уже сегодня, не имея для этого специального образования. Все, что вам нужно, это рассказывать о компании тем людям, которым вы искренне желаете успехов и процветания. Люди очень охотно присоединяются к компании, и уже более 250 тысяч человек прошли регистрацию и активно интересуются нашими общими успехами и вносят свой вклад в общее развитие. Итак, представляем вам партнерскую программу компании Skyway Capital. Квалификации партнерской программы – партнер, консультант, лидер, мастер, эксперт, топ-эксперт. Любой человек, который зарегистрировался на сайте и не подписал партнерское соглашение в личном кабинете – это клиент. Клиент может изучать информацию, которая расположена в личном кабинете, знакомиться с технологией Skyway, задавать вопросы и получать ответы сотрудникам службы технической поддержки, приобретать акции и ждать выхода компании на мировой рынок. После заключения партнерского соглашения в вашем личном кабинете вы получаете статус «Партнер». Партнер может рассчитывать на следующие вознаграждения с четырех уровней своей команды. С первого уровня он получает от суммы инвестиций 15%, со второго – 4%, с третьего – 2%, с четвертого – 1%. Консультант. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее 100 долларов. В первом поколении есть минимум два человека с объемом личных инвестиций не менее 100 долларов. Объем инвестиций первого поколения с учетом личных инвестиций не менее 300 долларов. Консультант может рассчитывать на следующие вознаграждения с пяти уровней своей команды. С первого уровня он получает 15% от суммы инвестиций, со второго – 5%, с третьего – 3%, с четвертого – 2%, с пятого – 1%. Лидер. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее 200 долларов. В первом поколении есть минимум 3 человека с объемом личных инвестиций не менее 200 долларов. Объем инвестиций первого поколения с учетом личных инвестиций не менее 2000 долларов. Лидер может рассчитывать на следующие вознаграждения с шести уровней своей команды. С первого уровня он получает 15% от суммы инвестиций, со второго – 7%, с третьего – 5%, с четвертого – 3%, с пятого – 2%, с шестого – 1%. Мастер. Условия выполнения квалификации. Мастер. Объем личных инвестиций не менее 1000 долларов. В первом поколении есть минимум 3 лидера с объемом личных инвестиций не менее 200 долларов. Объем инвестиций в первом поколении с учетом личных инвестиций не менее 5000 долларов. Мастер может рассчитывать на следующие вознаграждения с девяти уровней своей команды. С первого уровня он получает 15% от суммы инвестиций, со второго – 7%, с третьего – 5%, с четвертого – 4%, с пятого – 3%, с шестого – 1%. С седьмого – по девятый – полпроцента. Эксперт. Условия выполнения квалификации. Эксперт. Объем личных инвестиций не менее 5000 долларов. В структуре есть три мастера, два из которых обязательно в первом поколении. Третий мастер может быть на любом уровне глубины, но в других ветках. Объем инвестиций в первом поколении с учетом личных инвестиций не менее 10 тысяч долларов. Эксперт может рассчитывать на следующие вознаграждения. До двадцатого уровня своей команды получать вознаграждение от продаж в своей команде. С первого уровня – 16%, со второго – 7%, с третьего – 5%, с четвертого – 4%, с пятого – 3%, с шестого – 1%, с седьмого – по девятый – полпроцента, с десятого – по двадцатый – 0,2%. Топ-эксперт. Условия выполнения квалификации. Топ-эксперт. Объем личных инвестиций не менее 10 тысяч долларов. В структуре есть три эксперта, все обязательно в первом поколении. Объем инвестиций в первом поколении с учетом личных инвестиций не менее 30 тысяч долларов. Топ-эксперт может рассчитывать на следующие виды вознаграждения. До 24 уровня своей команды получать вознаграждение от продаж в своей команде. С первого – 17%, со второго – 7%, с третьего – 5%, с четвертого – 4%, с пятого – 3%, с шестого – 1%, с седьмого – по девятый – полпроцента, с десятого – по двадцатый – 0,2%, с двадцатого – по двадцать четвертый – 0,1%. На своем экране вы видите общую схему выплат и условий по партнерской программе. Нажмите паузу и изучите более детально. Дополнительный бонус для активных партнеров. Схема выплат вознаграждения по количеству оплат в первом поколении или, другими словами, за личные продажи. Условия получения бонуса. Все пакеты должны быть куплены в течение календарного месяца. Несколько пакетов может быть куплено одним человеком. Для получения бонуса учитываются покупки пакетов акций в рассрочку. Пакеты могут быть куплены как новыми, так и покупавшими ранее пакеты акций партнерами. За каждый пакет, купленный в первом поколении, начисляется по 15%. За пятый пакет уже начисляется 16% и дополнительно 1% от общей стоимости предыдущих четырех пакетов. За купленные с шестого по девятый пакеты в первом поколении начисляется по 16%. Начиная с десятого пакета, начисляется 17% и дополнительно 1% от общей стоимости девяти пакетов. За купленные с одиннадцатого по девятнадцатый пакеты в первом поколении начисляется по 17%. Начиная с двадцатого пакета, начисляется 18% и дополнительно 1% от общей стоимости девятнадцати пакетов. С каждого последующего купленного пакета в вашем первом поколении выплачивается 18% от стоимости этого пакета. Пример из расчета пакета акций на 50 долларов вы видите на своем экране. Нажмите паузу и изучите. Правила и условия партнерской программы Маркетинг-план накопительный с момента вашей регистрации. Квалификационным считается первый уровень. Вывод средств. Минимальная сумма для вывода – 30 долларов и более на бонусном счете. Условия роста квалификации – объем личных инвестиций и общий объем привлеченных инвестиций в первом поколении. Особенности партнерской программы Минимальная сумма инвестиций для создания постоянно растущего источника дохода – 15 долларов. Нет необходимости подтверждать квалификацию. Высокий процент выплат – до 18% от лично привлеченных инвестиций и от 0,2% до 7% с глубины партнерской структуры по уровням в зависимости от квалификации. Выплата вознаграждений с глубины – максимально до 24 уровня. Нет ограничений по количеству партнеров, которых вы можете пригласить в бизнес лично. Нет ограничений по ширине вашей первой линии. Бонусное вознаграждение начисляется в денежном эквиваленте на бонусный счет. Более подробно о маркетинг-плане вы можете узнать, посетив онлайн-встречу с Максимом Выдро, где он более детально рассказывает о каждом моменте. Расписание занятий – на сайте. Также вы можете самостоятельно изучить маркетинг-план в своем личном кабинете. Как найти информацию в личном кабинете, вы видите на своем экране. С уважением, Skyway Capital. Итак, коллеги, ролик достаточно простой, много времени он не занял. И, по сути дела, информация, которую мы даем на вебинарах, которая у нас проходит по вторникам и пятницам, то, чем занимаюсь я, например, она, по сути дела, отражена в ролике. Возможно, были какие-то места не совсем понятные, мы вам что-то быстро рассказали. Поэтому, если вы сейчас зададите вопросы, я смогу кое-что уточнить вам. Что еще хочу добавить, то есть у нас, в принципе, активно работают наши партнеры в компании Skyway Capital. Вы знаете, что у нас личный кабинет новый, который уже, кстати, он почти полноценный. То есть вы можете там регистрировать новых партнеров. Кстати, появилась действительно кнопка, где вы самостоятельно можете зарегистрировать нового партнера. Не он там будет заморачиваться где-то на том конце провода. Вы, зная его электронный адрес, можете его зарегистрировать. Единственное, что ему придется сделать, я так понимаю, это подтвердить регистрацию на своем электронном почтовом адресе. И сейчас по тому же личному кабинету, я так понимаю, что будут записываться видео уроки. Там двух, трех, там, пятиминутные, возможно, что где находится, как там купить пакеты и так далее, и так далее. И это будет где-то развлечено на интернет-ресурсах нашей компании. Пока сказать не могу где, потому что мне, в принципе, самому не говорят. Я знаю, что такая работа ведется. Не буду забегать вперед. Я не люблю рисовать какие-то там воздушные замки, но, возможно, это будет продублировано субтитрами на других языках и так далее. Вот такие вот дела. Из новостей, в принципе, вы знаете, мы все ждем инотранса. Мы все ждем выставки, которая у нас будет на следующей неделе. Одно могу добавить. Единственное, все вы сейчас из разных городов. У нас во время прохождения мероприятий инотранс в Москве в четверг, вот как я вам рассказывал про Кишинев, тоже будет проходить живая презентация. Здесь, недалеко от нас, в гостинице Татьяна, может быть, кто-то, если здесь есть москвичи, и бывал на подобных мероприятиях. У нас там есть, скажем так, розыгрыш лотереи, после которой несколько человек уходят особенно довольными, потому что пришли получить информацию. Причем зачастую бывает, что приходят новички, осуществляется розыгрыш лотереи, мы разыгрываем сертификат на 1000 подарочных акций нашей компании, и несколько раз были люди, которые еще не зарегистрированы, и выигрывали этот сертификат. Вы понимаете, что единственный путь у человека, чтобы этот сертификат, скажем так, реально, был начисленный тысяч акций, ему надо регистрироваться и так далее. Вот таким вот образом. Поэтому, если у вас есть люди, которые проживают в московском регионе и в соседних городах, у которых, может быть, есть где остановиться, которые, может быть, проживают в соседних городах, Это Рязань, Тула, Калуга, Тверь, Владимир. То есть те, которые, скажем так, на расстоянии двух-трехчасовой доступности, они могут посетить данное мероприятие, пригласить с собой своих друзей и знакомых, ознакомиться с информацией. Возможно, к этому времени, кстати, это четверг, у нас будет уже информация с выставки на транс. Возможно, у нас будут даже видеоматериалы какие-то, мы постараемся на этой презентации показать. То есть мы в последнее время стараемся тоже проводить не очень долго, в течение буквально 40-50 минут, чтобы и внимание у людей было сконцентрировано в данном процессе, и, скажем так, не выглядеть нужными и так далее. Хотя, вы понимаете, презентацию компании Skyway можно проводить несколько часов, если подробно рассказывать о технологии, если подробно рассказывать о каждом пакете и так далее. Сейчас мы вкратце пробегаем по технологии, вкратце пробегаем по тому, что было. Акцентирую немножко больше внимания тому, что есть сейчас. Что я просто прекрасно помню, как два года назад, когда я начинал проводить такие вебинары, по сути дела, рассказ на презентации был о том, что было когда-то. Что было сделано в 70-80-90-е годы прошлого тысячелетия 20-го века. Что проделано было во время, когда был технопарк, потому что нечего было показать. Сейчас у нас каждый день какие-то новости о развитии нашего проекта в целом ряде регионов и стран. Периодически появляются новости непосредственно с Эко-технопарком. Уже нам не все показывают. В территории предприятия, на которой, скажем так, делается и подвижной состав, и даже анкерные опоры, когда вы принимались в последнее видео, то есть показывали не весь процесс, немножко показали, как она выглядит и все. Итак, друзья, какие есть вопросы? Пишите, не стесняйтесь. В принципе, мы здесь собрались для того, чтобы получить информацию и получить ответы на какие-то вопросы. Ну, есть таковые, конечно, имеются. Потому что достаточно легко предположить, что помимо меня, те 10 человек, которые находятся в комнате, в принципе, достаточно хорошо во всем уже разобрались. И, возможно, кто-то из вас активно строит партнерскую структуру и сам, скажем так, периодически рассказывает и маркетинг-план, и доносит информацию в общем формате, то есть презентацию компании, скорее, это и кто проводит. Я знаю, да, какие люди здесь есть в комнате. Светлана написала, что все понятно, спасибо. В принципе, не за что. Все свои, к сожалению, маловато. Ну, вы знаете, в последнее время как-то так. И опять же, не расставляю никаких акцентов. Более-менее там какое-то количество людей присутствует на технико-экономических вебинарах по средам. Потому что у нас есть футурологи, которые рисуют будущее, как это будет выглядеть и так далее. Я себя к таким людям не отношу. То есть я говорю то, что есть. Ну, может быть, более просто. И цель донести простую информацию, чтобы люди просто так же могли ее доносить к другим. Поэтому так. Нас будет больше, если люди будут приглашать потенциальных партнеров, либо те, кто недавно им не стал, чтобы показать выгоду взаимодействия с нашей компанией. Тогда людей будет больше. У нас есть там расписание вебинаров. Возможно, еще есть ситуация. Вот смотрите, мы, раз уж мы с вами здесь находимся и разговариваем, ну, свое мнение могу сказать по этому поводу. Хочется всегда сделать как можно больше для людей, которые являются партнерами. То есть максимально, скажем так, их обеспечить тем необходимым, чтобы им не приходилось ничего где-то искать, не прилагать каких-то серьезных усилий, чтобы все у них было под рукой. И буквально там 2-3 месяца назад пришла идея, что вебинары, которые проводятся у нас в прямом эфире, как правило, осуществляется запись этих мероприятий. И потом в том же расписании за месяц назад вы можете найти записи, которые там прикрепляют в личном кабинете, вы можете нажать и посмотреть. Как для меня, скажем так, это как бы палка о двух концах. Ну, палка о двух концах всегда. С одной стороны, да, это вроде бы удобно, что человек может, скажем так, посмотреть то, что он пропустил. Бывает такое, уехал куда-то и так далее. Но, как показывает практика, для большинства людей это костыль. Почему? Потому что, когда мы работаем с кем-то, я думаю, вот та же Светлана не даст мне соврать. Мы дали человеку информацию, лучшее, что мы можем сделать, закрепить эту информацию чем-то и сразу подвинуть его к каким-то действиям. Действия это в регистрации и так далее. То есть он может быть чуть-чуть загорелся, соответственно, его энергию нужно использовать. Вот таким вот образом. Второе, это когда человеку мы предоставляем возможность, говорит, слушай, у нас сегодня вебинар в КММ-ФЕ, он интересен, он будет об этом, об этом, об этом, об этом. Приглашай, точнее, приходи, посмотри. И человек говорит, ты знаешь, ну, да, конечно, интересно, хотелось бы, но вот у меня, может быть, там не получится. Если мы сразу же делаем, ты знаешь, ну, ладно, не расстраивайся. Записи сможешь посмотреть и так далее. Как вы думаете, что выберет человек? Вот я вам задаю вопрос. Все-таки напрячься и прийти на вебинар, да? Или посмотреть запись. Да, он, конечно, скажет, слушай, как здорово, да, вот у меня будет время, обязательно посмотрю. И вторая сторона этого костыля, да, там перекладин у него есть, то, что, к сожалению, как показывает практика, огромное количество людей этот вебинар никогда не посмотрит. Вот. Вы знаете, да, есть выражение, что дорога потом ведет в город никогда. Поэтому, с одной стороны, мы, может, сделали партнерам хорошо, с другой стороны, мы, скажем так, опустошили наши вебинарные комнаты, потому что люди надеются на то, что, ну, что я буду там себя заставлять смотреть в прямом эфире, да, приглашать кого-то, я комфортнее покажу там записи и так далее, и так далее. И зачастую люди сходят на нет. Вот таким вот образом. Вот задали вопрос, как выяснять потребности, да, вот мы иногда общаемся. По большому счету, действительно, бизнес хорошо идет у огромного количества людей. В первую очередь, с теми, кого они знают. Вот как бы мы ни говорили, что интернет-бизнес, он позволяет нам. Конечно, позволяет. Если вы стали гуру в интернет-сервисах, если у вас, скажем так, создали какую-то систему, там, где есть рассылки, информированные людей, там люди могут нажимать на баннеры на вашем сайте, и так далее, и так далее, у вас высока вероятность создания большой структуры. Будет ли она устойчива, это другой вопрос. Потому что с теми людьми, которые вас не знают, работать вам, и как вы настроите взаимодействие, это уже зависит от вас. С теми людьми, которые вас окружают, да, которые вас знают, у вас есть какие-то взаимоотношения. Да, если вы, скажем так, со своим теплым рынком общаетесь периодически, то у вас есть какой-то авторитет, предполагаю, да, в этом кругу. Если он есть, если вы уже, скажем так, помогали людям в чем-то разобраться и так далее, чего-то достичь, то высока вероятность, что у вас какое-то количество последователей будет достаточно быстро. И ваша задача в этом случае им помочь. И вот выявление, как вы говорите, как вы выявляете интерес. Те люди, которые вас окружают, вы периодически с ними общаетесь, и в ваших простых разговорах зачастую люди говорят о своих проблемах. Я не говорю о том, чтобы вы сидели с ручкой, да, и с каждым разговором запоминали болевые точки человека, и потом, скажем так, с присущей вам, как это правильно сказать, кровожадностью, да, взяли и в следующем разговоре на эти больные точки ему надавили и сказали, слушай, тебе там некуда деться, как вот заняться бизнесом со мной. Нет, но тем не менее, большинство людей любят, что вы с ними пообщались, да, и узнали, просто поговорить. Вот как бы мы ни хотели, я, мое мнение такое, да, что люди любят общаться. Многие закрыты, потому что с ними никто не говорит, да, вот. И у многих, у большинства людей все-таки мы возьмем, что души, они эгоистичны, и нам интересно про себя, да, про наши проблемы и так далее. Но тем не менее, если вы общаетесь с теми, кого вы знаете, и внимательно слушаете, то у вас всегда найдется повод предложить возможность взаимодействия с нашей компанией. Наверняка вы тоже знаете, да, что самый лучший собеседник, не тот, кто много говорит, да, а тот, которому вы что-то там излили свою душу, он у вас послушал, и вы когда расстаетесь, как классно с ним общаться. Почему? Потому что он вас слушал, не перебивал. Вот таким вот образом. Правильно, вот, Ирина говорит, что я могу тебе помочь, если вы услышали в разговоре с вашим близким знакомым, другом и так далее, что у него есть какие-то вопросы, которые он хотел бы решить, это не нужно делать сразу, как только он это произнес. Да, вот, возможно, здесь это, я не называю это техникой, да, но вы услышали, вы поговорили, и может быть, вам даже сегодня не надо предлагать, может, у этого человека сегодня настроение-то, никакого нет вас слушать, как он этот вопрос может решить. Вы можете через день перезвонить там, или через, я не знаю, через три дня, сказать, слушай, мы с тобой поговорили, там и так далее, и так далее, у тебя какой-то вопрос, я знаю, как это решить, и я могу тебе помочь. И дальше, если он проявляет интерес, вы начинаете приглашать его там на презентацию к своему спонсору, на презентацию живую в вашем городе, на вебинар, можно сказать, что есть информация, которая может заслужить тебе полезную службу, так же, как и мне. А что это, а как это, если вы не являетесь специалистом, а лучше даже, если вы являетесь, сказать, слушай, сейчас времени нет тебе объяснить, давай поступим так. То есть, по крайней мере, ко мне это пришло таким образом. Я зашел в интернете, в мероприятие, которое будет вот так, и мне показали путь, как я могу решить свои там какие-то, вы можете назвать проблемы. Предлагаю тебе вот тогда-то посидеть, после этого мероприятия, точнее, послушать информацию, после этого мы с тобой поговорим, как мы это сделаем. И все. Если человек сказал, а что это такое, и вы ему начали, например, рассказывать про все тонкости технологии, какой у нас коэффициент аэродинамического сопротивления, и так далее, и так далее, то, по сути дела, вы от его решения вопроса ушли, а попытались ему рассказать, скажем так, лекцию по сопромату, либо почему-то еще. Ему может быть неинтересно. Поэтому ваша задача услышать, заинтересовать и пригласить туда, где ему это объяснят, а потом уже ответить на вопрос. Почему при построении любой партнерской структуры удобно, очень здорово, если у вас рядом под боком есть спонсор? Зачастую этого не происходит, особенно в том случае, если человек зарегистрирован в интернете, спонсор может быть на другом конце земного шара. У вас может быть от 8 до 12 часов разница по времени, вы просыпаетесь, а он через какое-то время может ложиться спать. Вот тут уже надо договариваться, если человек готов активно, скажем так, понимать тому, что вы ему будете говорить, да, вы можете в этом направлении двигаться и так далее. Поэтому интернет действительно, вот я, поймите правильно, я не противник интернета, нет, у нас есть лендинги, у нас есть, скажем так, реферальные ссылки, у нас есть много информации, которую вы можете продвигать в соцсетях, вот, но если вы скажете, 100% ли это сработает, я вам честно скажу, нет. Мы опять же возвращаемся к чему. Есть много, скажем так, гуру, которые рассылают рассылки по поводу того, как нужно себя вести при построении MLM бизнеса и так далее, и так далее. Да, возможно, этот бизнес, бизнес-историй, так это его еще называют. И, возможно, людям будет более интересно короткий рассказ не о том, как вы узнали про технологию, да, как будут поезда двигать по рельсам, как говорит Ванга там и так далее, точнее, эти самолеты летать на рельсах, да, и прочее, прочее. Маленький элемент своей истории, что вот благодаря вот этому вы что-то в своей жизни изменили, позная, скажем так, то, что вот я говорю, он вам озвучил, вы можете дальше настраивать какое-то взаимодействие и заинтересовывать людей. Вот таким вот образом. То, что вы можете помочь, абсолютно верно, в принципе, я думаю, что большинство людей любит, когда им помогают. И очень важно, в жизни правильно есть выражение, что невозможно помочь тому, кто не хочет, чтобы им помогли. Есть люди, которые постоянно будут вам говорить о том, что у них все в жизни хреново, но они ничего не готовы на меня. Вы можете им сделать тысячу предложений разных, которые все могут сработать. Есть люди, кстати, циники, вы знаете, да? Книжку Киосаки, если почитать, правильно вы говорите, люди слышат то, что они способны услышать. Опять же, мы вернемся к чему, я не говорю, размер сковородки, сито там, то есть они в своей жизни были настроены на определенный объем информации и определенные темы, которые им интересны. Вы вдруг им начали сразу, если вы им сразу начали впиливать небесные дороги, что там транспорт и так далее, и так далее, они к этому никогда не имели отношения, они просто могут не услышать, потому что их мозг на это не сориентирован. Вот и все. Поэтому, если они действительно нам рассказали, есть вот такая проблема, вы можете сказать в итоге, что ты мне озвучил, что я могу помочь тебе это решить. Ты готов решать ее? Не говорить мне, что она у тебя есть, а решать. Вот такие дела. Есть ли какие-то еще вопросы, коллеги? Зона комфортности ее как бы общим называют, то есть человек пребывает в зоне комфортности, другая, она не другая, это его. То есть он готов что-то слышать, выходить куда-то и так далее. Действительно, этот бизнес, который называется MLM бизнес, партнерские программы, сетевой маркетинг его еще называют иногда, вы не сможете в нем успешно развиваться, если останетесь на том уровне развития, который был у вас до того, как вы услышали эту информацию и предъявили решение здесь двигаться. Здесь нужно делать вещи, действия, которые очень просты, но они нелегки. Мы легко можем пригласить кого-то прийти к нам домой из-за низовыражения побухать и сказать, слушай, у меня там пиво, канистра стоит свежего, нафильтрованного, и в углу, размером со стол, приходи. Хоть много людей придет, но это легко делаем. А когда мы узнали о каком-то способе получения дохода, о том, что можно стать успешным, сами приняли в этом участие, почему-то у нас внутри начинает все ломаться, когда мы, нужно сказать следующее, все туда, позвонить, сказать, я знаю, как это решить, приходи там туда-то, приходи ко мне, давай в интернет вместе зайдем и через час поговорим, что с этим сделать. Вот тут у нас комок в горле появляется. То есть простые действия порой очень нелегки, потому что просто и легко вы знаете в русском языке, это не одно и то же. Кстати, в других языках тоже. Это разные слова абсолютно. Да, то, что Светлана пишет, надо идти и делать, в принципе, да, можно долго настраиваться, не делать, ничего не произойдет. Ну и, как бы, как говорят, это статистика. Даже если у вас нет того авторитета, о котором я говорил, но вы в это свято верите, где-то растете, поднимаетесь немножко выше проблемы, которые у вас есть, да, и все-таки доносите до людей, важно еще при этом быть открытым, честным, ничего не придумывать, не делать, скажем так, каких-то различных уловок, только ради того, чтобы кто-то заплатил денег. Если будете какие-то уловки делать, и все, скажем так, у вас в голове будет ради того, что сколько же мне процентов начислят, знаете, не будет получаться. Может быть, один-два человека появятся, потом они почувствуют, что у вас просто отношение к ним, как к кошелькам, которые заплатили деньги, и вы на этом заработали. Это как на рынке. Купи у меня там помидоры, да, и так далее. То есть у вас купили, вы забыли о нем. Здесь все немножко работает по-другому. Григорий Мирошниченко рассказывает, как нужно строить структуру, то есть Инета Анжина рассказывает, поэтому у нас есть лидеры, которые обучают наших партнеров простым шагам. Ну и в принципе, в той же Молдове есть та же Ирина сейчас, Светлана, которая пишет, да, вы можете к ним обращаться, хорошо, спасибо вам за то, что были сегодня на мероприятии. Вот. Следующая неделя у нас будет, в принципе, у меня в том же формате. Понедельник это презентация, вторник партнерская программа. Единственное, мы внесли изменения, что в среду будет не личный кабинет у нас обзор, а тоже презентация Skyway Capital, да, и возможно там уже с новостями с Иннотрансом первыми. В четверг презентации не будет, потому что у нас будет живая презентация, проходить в 19.30, и мы в 18 часов просто физически не успеем озвучить онлайн, а потом, скажем так, переместиться в зал и провести там живую презентацию. В пятницу следующий подобный вебинар. Кстати, вот сейчас у нас есть немного людей, если каждый из вас пригласит по одному, по два человека, нас будет значительно больше и возможно будет значительно больше опросов. Всем вам спасибо, до новых встреч, отличных выходов, в следующем году. Спасибо.